Единственное, немножко смущает то, что в самом начале, когда мы только приходим в конструктор, у нас изначально уже окно 0 рублей стоит. Ну, не в самом начале, а вот на первом шаге. Вот, кстати, вот это очень-очень хороший коммент, потому что у меня здесь был вопрос. Я не очень понимаю, как бы, и технически, и логически. Вот, мне кажется, что человеку будет легко, если он будет видеть опции, которые он добавил, цену, да, как бы, но изначально, когда мы открываем, этого же окна нет, то есть мы чем-то должны его, как бы, занять. Хочу в вашу дискуссию вклиниться и сказать вам, рассказать вам про то, что я называю методом, например, когда вы делаете любой конструктор, конфигуратор, калькулятор, все что угодно, какая-то штука, которая должна посчитать что-нибудь, исходя из всяких входных данных пользователя, фактически вы перед ним какое-то создаете препятствие. Он теперь не просто смотрит, а он должен что-то активно делать, заполнять, настраивать, чтобы узнать ответ на свой вопрос. То есть вы ему усложняете доступ к какой-то информации. А можно взять и просто что-то предположить. Ну, то есть, да, человеку надо указать размер окна, но мы можем представить, ну, какое-то там типичное окно, какого оно бывает размера. Понятно, что бывают разные, но в целом там есть какие-то типовые дома, вот двухстворчатое окно, но мы все равно представляем, вот какое оно, вот у меня за спиной, но там за шторами не видно, но у всех у вас какие-то есть окна. Они, в принципе, имеют какие-то там нормальные размеры. Можно взять и просто вот какое-то среднее вписать сразу. При этом это будет редактироваться, конечно, но у тебя вписано. И у тебя, ты как только заходишь, тебе сразу пишут, что вот окно вот такое будет стоить там 15 тысяч или я не знаю, сколько стоит окно. Ты такой, блин, так у меня шире. Взял, увеличил ширину, оно там стало 18 тысяч или там уже. Но зато ты уже сразу заходишь и видишь, сколько тут в целом что стоит. И это работает вообще в любой штуке, в которой много всяких переменных. Вот у меня сейчас нет вот другой картинки, я не помню, где я ее видел, но в этих самых киосках велопроката лондонских, по-моему, там расписаны сначала всякие тарифы хитрожопые, которые там куча параметров. То есть ты платишь сколько-то за то, что ты в принципе пользуешься велопрокатом. Если ты платишь эту абонентскую плату, то у тебя велик взять бесплатно и там в течение получаса бесплатно. А начиная с этого времени сколько-то там фунтов в час или в 15 минут, или я не знаю. А если ты платишь другую абонентскую плату, более высокую, то у тебя там что-то по-другому. А если ты вообще не платишь абонентскую плату, то там у тебя еще как-то. То есть куча параметров, и ты это все читаешь, думаешь, господи, ну вот я хочу сейчас просто взять и прокатиться. Что вообще мне будет стоить? Или я хочу каждый день на работу ездить на этом велике? Сколько это мне будет стоить? И они там сначала показывают всю эту такую зубодробительную таблицу с тарифами, а рядом говорят, например, Джейн вот ездит на работу на велике, а еще пару раз в неделю берет его просто покататься или съездить в магазин. И вот она поэтому платит вот столько фунтов, потому что это у нее считается вот поэтому, а это вот поэтому. А там, не знаю, Питер, он на выходные берет на целый день, катается по всяким паркам и все такое. И он вот столько платит. Но я не помню конкретную легенду. То есть тебе показывают, как эти тарифы отражаются на практике. И ты уже увидев, как это посчиталось для этой Джейн и для этого Питера, можешь либо себя с ними как-то ассоциировать, либо понять, что, а, но у меня-то не так, а эдак, и я тогда уже теперь понял, как мне считать. Все это типа упрощает жизнь. Так что это и в динамических штуках, и в статических можно использовать. Поэтому я бы предложил вот этот ноль убрать, а прям сразу показывать. Вот ты хочешь двухстворчатое окно? Окей, вот оно столько стоит. Потом меняешь его параметры, и цена меняется. М-м-м-м. М-м-м.